И МРСК Сибирь, Омск Энерго начинает кампанию по борьбе с хищением электроэнергии в Омской области. О том, как победить это социальное зло, наш сюжет. 4,5 тысячи. Такое количество случаев хищения электроэнергии зафиксировано в прошлом году в Омском регионе. Обостряет ситуацию и то, что это действительно очень опасно. Скачки напряжения, повышение вероятности аварийных ситуаций и отключений. Да и сам похититель может пострадать, например, во время наброса на линии электропередачи. Значительны и финансовые потери. Департаментом экономической безопасности и Департаментом транспорта и электрической энергии выявлено фактов безучетного потребления электрической энергии, то есть хищения в общем объеме на 20 миллионов киловатт-часов. Это, если перевести на финансовую составляющую, порядка 35 миллионов рублей. Вот можете себе представить, какую часть экономическую удалось сохранить в балансе электрической энергии, в финансовом балансе нашего предприятия и, собственно говоря, и в балансе региона для того, чтобы предотвратить дополнительные затраты и дополнительный рост тарифа на 2012 год. Эффективность такой работы в масштабах области повышается только если она ведется в партнерстве с руководителями глав муниципальных районов и сельских поселений. Если бы эта работа была более правильно и грамотно организована вместе с главами муниципальных образований, с главами поселений, то эффект от такой работы был бы значительно больше. Несанкционирование использования электроэнергии – это уголовно наказуемые преступления. Поэтому работа по борьбе с ними ведется в тесном сотрудничестве с органами УВД. Так, в прошлом году было возбуждено 26 уголовных дел. 20 человек были осуждены. Такие меры могут показаться на первый взгляд чересчур жесткими. Но не стоит забывать о том, что под угрозой оказываются не только отдельные граждане, но и Омский регион в целом. Дарья Шевчик, Игорь Хухрянский, НДС.